Единственный автобус, на который мы можем попасть в Зеленодольск. Наталья Полошина живет в Раифе. К врачу, в аптеку за лекарствами и по всем делам в город добирается на автобусе. Маршрут начинается из самого дальнего села Зеленодольского района Бишня. Если автобус перестанет ездить, все, у кого нет личной машины, окажутся отрезаны от города. А на чем мы будем доезжать? У нас больше нет другого автобуса. И вот когда мы прочитали это извещение о том, что будет закрывать этот маршрут, мы были очень возмущены. Маршрут до Бишни – не первые списки на закрытие. Зеленодольский ПТП хочет закрыть два рейса в поселке Васильево и два маршрута в самом городе. Пользуемся четверкой часто очень даже. А первым тоже пользуются. На работу многие ездят. Это закрыть невозможно. Нужно, конечно, чтобы работали. Первый маршрут идет до вокзала ЖД. А как к нему попасть? Никак. Конечно, часто пользуются. Я думаю, что необходим. Нельзя закрывать никак. Все эти маршруты обслуживает Зеленодольское ПТП. После введения QR-кодов упал пассажиропоток. Доходов не хватает даже на топливо и зарплату сотрудникам, говорит перевозчик. Убыточные маршруты до этого поддерживали только за счет других направлений. QR-коды, конечно, очень сильно ударили. Поэтому все маршруты стали нерентабельными. Чтобы вы представляли, что на сегодняшний день по Зеленодольскому району за декабрь месяц суммы, которые нам будут компенсировать, это данные, которые идут через социальную карту, это 8 миллионов 143 тысячи рублей. А если поговорить по январю, это еще плюс 7 миллионов. Итого уже 15. Но и решений по ним вопросов нет. То есть мы денежные средства, которые должны получить были в декабре, на сегодняшний день мы их пока тоже не получили. За снижение выручки и за введенных QR-кодов перевозчикам обещали компенсацию. Зеленодольское ПТП все документы предоставило еще в декабре. Однако деньги до сих пор не поступили. Мы адресовали вопросы в Минтранс. Все нормативно-правовые акты по компенсации недополученных доходов с введением QR-кодов в общественном транспорте готовы. Деньги до муниципальных образований будут доведены в ближайшие дни. Что касается перевозчика, который обслуживает межмуниципальный маршрут, он 31 января обратился в Министерство о прекращении действия обслуживания перевозок. В данном случае действие прекращается после истечения 90 дней со дня поступления заявления. Министерство, в свою очередь, не позднее 30 дней со дня поступления заявления проведет открытый конкурс для определения нового перевозчика на этом маршруте. В исполкоме Зеленодольска ситуации знают и надеются сохранить маршруты общественного транспорта в полном объеме. Руководство района держит ситуацию на контроле. В целом такая ситуация сложилась по республике Татарстан. Нарушение прав наших граждан мы не допустим. Сейчас активно над этим вопросом мы работаем. По словам перевозчика, чтобы хоть как-то компенсировать убытки, ему пришлось повысить стоимость проезда. И с 1 февраля пассажиры платят вместо 25 рублей 27. Сроки закрытия маршрутов перевозчик пока не называет. Проблему ПТП надеется решить совместно с исполкомом и Минтрансом республики в ближайшее время. Вероника Кайнудинова, Данил Филатов, ТНВ, Зеленодольск.